Мирный в сердце навсегда. Фраза, которая пестрит под каждой фотографией с этой прекрасной поляны. Благодаря работе Управления по молодежной политике Северского района шестой год подряд активные, творческие, инициативные ребята в возрасте от 14 до 17 лет собираются на молодежном форуме «Мирный», чтобы провести пять насыщенных дней в компании своих друзей и надежных инструкторов. Последняя смена потока 2018 года для школьников, которая носит название «Тепло», посвящена Году добровольцев России. 105 ребят в течение пяти дней будут участвовать в спортивных состязаниях и игровых программах. Каждый день на территории форума работают тематические площадки, среди которых команда образования, велопрогулки и ораторское искусство. Однако главной темой смены является разработка социальных проектов. В течение смены каждый отряд занимается разработкой своего социального проекта, который затем будет реализован в нашем районе при поддержке администрации. На предварительную защиту приехали главы поселений и глава муниципального образования «Северский район» Адам Джарим. Все, что делается сегодня в крае, в стране, в районе, оно потом давало отдачу. Отдачу, на что мы надеемся и на кого мы надеемся. Мы надеемся на вас, что вы завтра станете взрослыми, что завтра вы все вернетесь в родной район, найдете себя по жизни. Значит, это уже будет другое время, это будут уже другие обстоятельства, это будут другие требования уже ко всем. Вот подготовиться к взрослой жизни. Надо об этом вот и сегодня поговорить. Каждый представленный проект охватывает одно из основных направлений волонтерской деятельности. Это и медицинское волонтерство, и экология, патриотическое воспитание, культурное волонтерство, помощь бездомным животным и социальное направление. По возвращению домой ребята продолжат работу над своими идеями, тем более, что уже установлены конкретные сроки их реализации – до 1 декабря. Отсутствие мобильной связи, командный дух и жизнь, наполненная яркими событиями, сближают мирницев и оставляют неизгладимые впечатления, которыми всегда хочется поделиться. Мне очень нравится то, что главы наших поселений очень хорошо и тепло относятся к нашим просьбам, вопросам, смотрят на нас, как уже в принципе на равных им разрабатывают тоже проекты, смотрят как-то в будущее. И мне будет очень приятно, если мы будем сотрудничать между собой. Я обязательно приеду в Мирный, надеюсь, что опять будет такая же теплая смена, хорошие ребята, и все будет здорово и замечательно. В этом году районный форум Мирный примет еще две смены, но уже в несколько другом формате. Потоки для молодежи в возрасте от 18 до 29 лет будут иметь свою уникальную тематику. Буквально через пару дней нынешних участников форума ждет закрытие смены, после чего они вернутся домой. Но, как говорят сами ребята, Мирный – это то место, где хочется остаться. В Северском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление от сотрудников банка о том, что местная жительница не оплачивает обязательства под договору займа. В ходе следствия было установлено, что 50-летняя местная жительница при оформлении кредитной карты на сумму более 115 тысяч рублей указала ложные сведения о своей трудовой занятости и платежеспособности. На момент оформления кредита обвиняемая нигде не работала и постоянного источника дохода не имела. А сотрудникам полиции сообщила, что находилась в тяжелом материальном положении и, зная о том, что безработным кредитные карты не выдают, указала ложные сведения о своей занятости. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемый грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Газпром «Газобезопасность» 45 лет на защите отрасли. Юбилей отмечает северокавказский военизированный отряд по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. База отряда расположена на территории станицы Смоленской. За этот период военизированным отрядом ликвидировано более 50 крупных аварий. С 1996 года северокавказский военизированный отряд состоит в федеральном реестре Министерства по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководит службой командир Александр Чернов. В настоящее время у нас имеется оборудование для ликвидации нестандартное, потому что характер аварии всегда разный и что-то серийное мы не можем иметь. Поэтому у нас есть комплекс оборудования нестандартное. Имеется специальная техника, также на вооружение газозащитное и газоаналитическое оборудование. Все сотрудники проходят обучение как в специализированных учреждениях, так и в Министерстве по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Военизированное подразделение делится на две группы – профилактическую и оперативную. Профилактическая группа занимается предупреждением, инструктажами и обучением. И вторая группа – это оперативная. Когда уже что-то случается, аварии, по тревоге производится сбор личного состава и выезжает на аварии. На торжественном мероприятии собравшиеся посмотрели фильм об истории создания и деятельности службы и встретили почетных гостей. То, что сегодня вы делаете, говоря военным языком, вы находитесь на форпосте нашего южного направления «Газпрома». Сегодня весь юг, все месторождения, все недра под нашим с вами присмотром. И я хочу от имени общества, от себя лично выразить вам огромную признательность и благодарность за тот труд, за ту работу, которую вы делаете, поздравить вас с юбилеем и пожелать тепла, добра, успехов, удачи и самое главное – здоровья. В нашей работе без него никак нельзя. Особую благодарность генеральный директор Анатолий Сорокин выразил ветеранам, которые заложили фундамент не только отряда, но и в целом общество. За многолетний добросовестный труд ветеранов и работников организации наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Со словами поздравления обратился глава Северского района Адам Джарим. То, что вы делаете – это очень важная работа, очень важная, ответственная работа. Вы на самом деле на передовой. И хочется вам пожелать, как уже было сказано, крепкого здоровья, семейного благополучия, безопасной работы. Вот вы ежедневно рискуете свою жизнь. И поэтому пусть Господь вас хранит, вашим семьям, вам удачи, здоровья, благополучия. У вас прекрасное руководство, прекрасная организация. И я очень рад, что такая организация находится именно в нашем Северском районе. Фонтан газа или нефти, бьющий из недр земли – это необузданная сила с легкостью, вырывающая из крепких мужских рук увесистые оборудования. Уровень шума при этом чрезвычайно высокий. Во время работы спасатели общаются только жестами. Шум – далеко не единственная сложность в этой работе. Если пожарным приходится бороться только с огнем, то работников газобезопасность подстерегает намного больше опасностей. Аномально высокое давление – неуправляемая струя газа или нефти. В любой момент может произойти все, что угодно. Приходится работать с газом различной концентрации. И при этом каждый осознает необходимость своей работы. Число школьников на Кубани в 2018 году вырастет на 20 тысяч. Всего школы края примут около 650 тысяч учеников. В Северском районе за новыми знаниями отправится 13 600 школьников. Более 1700 учеников нашего района пойдут в первый класс. Регион активно готовится к новому учебному году. Власти надеются, что в ближайшее время, благодаря строительству новых учреждений, удастся уйти от второй и третий смен. За счет расширения уже существующих учреждений появятся дополнительные места для начальных классов в городах Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Славинске на Кубани, Сочи и Северском и Туапсинском районах. Как отметил губернатор края, школы в сельской местности не будут отличаться от городских ни по оснащению, ни по уровню образования. Учебные заведения должны быть современными. Это необходимость, которую сегодня диктует время. Это касается и внешнего вида кабинетов, наличия техники для учебы и оборудования спортзала и площадки на территории школы.